Если у нас что-то болит, мы идём к доктору, но если физического дискомфорта нет, нам кажется, что всё в порядке. А куда идти, если болит душа? И как она болит? И надо ли вообще куда-то с этим идти? Ответ осмотрите в этой программе. Вместе со специалистами мы постараемся разобраться в нашем внутреннем мире и ответить на главный вопрос – как быть здоровым не только физически, но и морально? Здравствуйте, мы продолжаем тему измен. Ты прости, что я тебе мешаю, но я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. Ты меня понимаешь, Шурик? Ну, перчатки, что перчатки? Ой, да не перчатки, а я полюбила другого. Ну вот, свершилось. Психологи говорят, что за каждой изменой стоит что-то большее. Подсознание и непереработанное прошлое переживание может подвигнуть человека к неверности, даже когда делать этого он вроде бы и не собирается. Однако не секрет, что есть люди, которые ходят налево почти как на работу. Но становится ли их жизнь от этого лучше? И главное, какой становится жизнь их самых близких людей? Давайте послушаем специалиста. Здесь уже мы говорим о определенной системе отношений в паре. Мы говорим об все-таки деструктивных отношениях в паре, когда один партнер позволяет себе проявлять свои индивидуальные потребности. Особенности. Да, потребности. А второй партнер принимает это, находясь с партнером вот все-таки в отношениях. Я даже сказала, соглашается на это. Возможно, да, страдая при этом и испытывая глубокие душевные переживания по этому поводу. То есть в данном случае не видится субъективный тупик, может видиться, не видится выхода из этой ситуации. Но здесь некое все-таки, наверное, работает суженное сознание. То есть я не готова видеть дальше вот той ситуации, которая есть в семье. Меня мучают какие-то страхи. Или я заложник каких-то, ну, деструктивных отношений. Или мне не хочется выходить из позиции жертвы. Здесь очень много психологических вопросов. Ну, а тот, который направо и налево, что движет им? Блажь просто, вседозволенность? Ну, там отсутствие каких-то чувств морали. Ну, наверное, тоже сложно говорить. Тоже, наверное, это какие-то особенности личности данного человека. Возможно, он делает это осознанно. Возможно, он неосознанно так поступает. Возможно, что вот такая вот открытая позиция в отношениях с другими людьми ну, тоже служит каким-то для него механизмом защиты. Возможно, это тоже его защищает от его тревоги, тяжелой тревоги какой-то внутренней. Никогда нельзя говорить однозначно. Никогда нельзя нам смотреть на ситуацию плоско. Да, это трудная ситуация. Да, она связана с душевными переживаниями. Причины могут быть разными. Мы начали уже говорить о выборе, то есть о тех людях, которые соглашаются, неважно, молча или не молча, но все равно соглашаются на это. И те люди, которые все-таки выбирают, ну, так скажем, себя и расстаются, уходят, несмотря на все сложности, связанные с этим. В связи с этим вопрос, стоит ли сохранять семью ради детей или ради каких-то других ценностей, которые тоже очень важны. Ну, мое видение в этом вопросе такое, что в систему отношений входит мужчина и женщина. Детей в этом процессе нет. То есть я имею в виду в системе отношений мужчина-женщина. Дети присутствуют рядом, дети воспитываются. Роль матери или роль отца – это разные роли. Они никак связаны с ролью любовника и любовницы, мужа и жены. Поэтому и выстраивать отношения, и находить выходы из данного кризиса нужно все-таки мужчине и женщине, не вовлекая в этот процесс детей. Есть психологические технологии, которые помогают ребенку объяснить процесс развода, раз вы говорите, да, про развод отношений. Это все возможно сделать, если это выбор, да, если это выбор пары. Но все равно, мне кажется, в теории, да, это все понятно, это очевидно даже кажется, что как бы по-другому, никак иначе. Но в частности, я встречала такие семьи, и это не один пример, и не два примера, очень тяжело. Ты знаешь, что как бы, ну, например, да, вот женщина знает, что ей муж изменяет, у них дети. Ей мало того, что тяжело, что она знает, что муж изменяет. Ей тяжело от того, что как будто бы она становится виновата, что она причинит боль своим детям от того, что разрушит семью. Родственники давят, кто-то говорит, что, ну, вот, мужчина полигамный, кто-то говорит, что ты сама во всем виновата. Но это вот масса вот этих вот комментариев. И это безумное какое-то очень тяжелое чувство вины давит так сильно, что женщина в итоге соглашается. И с мужчинами наверняка есть такие примеры. Конечно. Как вот с этим вот быть? Это все-таки процесс прохождения кризисной ситуации. Вот все, что вы описываете, это разные составляющие трудной жизненной ситуации, да. И для того, чтобы женщина смогла принять осознанное решение, что ей в данной ситуации делать, да, здесь все-таки нужно, наверное, совет, мудрый совет близкого человека, может быть, духовника или работа с психологом, да. То есть это не одномоментное решение, это определенный путь. И возможно, что в процессе вот осуществления вот этого пути будет осуществлен некий духовный рост. Ну, в данном случае вот женщины, да. Все-таки вы описываете особое состояние, особое состояние, которое требует, ну, особого внимания. То есть все равно нужно обращаться. Ну, в данном случае, да, да. Конечно, если женщина внутренне принимает решение, да, бывают такие ситуации, когда действительно решение сохраняется за сохранение пары, и женщина закрывает, или мужчина закрывает глаза, и тогда система эта продолжает, как семья, например, она продолжает жить дальше. Вот, это не хорошо, не плохо, это выбор. Это жизнь определенного, определенного мужчины и определенной женщины. Мой заключительный вопрос, чем полезна измена? Я приверженец той теории, что нет ничего бесполезного в жизни. Вот чем может быть полезна измена? И как это выглядит, может быть, на примере? Ну, давайте вспомним «Любовь и голуби», да, это фильм. Вот, когда людям удалось, когда и мужчине, и женщине удалось открыть в себе какие-то новые чувства друг к другу, увидеть друг друга другими глазами, возможно, как-то тоже переработать это, вырасти, возможно, даже и расстаться, и выйти на какой-то другой новый уровень отношений. Это кризис. Любой кризис, если в нем не стагнироваться, да, если в нем не застревать, он ведет к развитию. Мы все развиваемся по спирали, вот. Вот. Поэтому будем надеяться, что если правильно прорабатывать какие-то на уровне таких своих глубинных смыслов, на уровне других мыслительных установок, проработки своих эмоций, своего поведения, то мы имеем шанс улучшить даже свою жизнь, даже проходя через этот трудный этап. Вот такой пример приведу, что молодая семья, на приеме молодая семья, которая еще не завершила адаптационный период рядом, живет еще меньше года, но уже столкнулась с ситуацией измены. Например, да, что мужчина сомневался, правильно ли он выбрал себе партнера, партнершу, для того, чтобы жить дальше. Вот. Решил проверить. Решил проверить, наверное, да. На приеме пара столкнулась, пара конфликтовала, пара предъявляла друг другу претензии, выясняла предпочтения в образе мужчины, в образе женщины, притирались друг другу. Но в итоге ситуация разрешилась очень положительно. У пары родился ребенок. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Я все-таки желаю нам всем сохранить верность. Согласна. И свою, и, может, своего окружения к себе. Согласна. Спасибо. В художественной литературе «Адюльтер» дело очень популярное. Но есть и такие примеры, когда герой показывает эталон верности. Это кадры из фильма «Евгения Онегин», в котором пушкинская Татьяна отказывает Онегину, и остается верна супругу. Но готовы ли современные люди оставаться верными? Можно ли простить измены? Нет. Почему? Это предательство. Ну почему? А вдруг это просто ошибся человек? Нет, все равно нет. Как-то так ошибся. Ступился, нет. Как вы считаете, почему люди изменяют? Глупые. Почему люди изменяют друг друга? Потому что не любят друг друга. Потому что нет доверия. Потому что чувства угасли. А почему чувства угасли? Чувства угасают от того, что мало проводят вместе времени, скорее всего. Мало понимают друг друга, мало рассказывают друг другу. Вы бы могли изменить своему партнеру? Нет, я бы не могла изменить своему партнеру. Почему? Ну потому что мой партнер должен быть таким же, как и я, похож на меня. Если, естественно, он будет понимать меня, слушать меня, воспринимать меня как свою будущую жену, то почему я должна ему изменять, если он меня понимает и любит? Ну вот, например, муж изменил это, жене. Ну вот это, мне кажется, можно простить. Потому что в измене здесь виноваты и муж, и жена. Вот так вот. По-моему, вот это можно. А почему, если изменил муж, а виноваты оба? Потому что никак не может. Значит, что-то и жена не так сделала, что-то и муж, значит, что-то... А если жена изменила мужу, кто виноват? Ой, ну нет, я уж это нет. Я это не беру такое. Ну то есть не оба, да? Да, нет, я как-то... Все равно женщина как бы... Все равно она умнее, чем это сама. Она это не должна. Как бы она... Ну, женщина, она... Как бы символы любви. И вот теплота от нее домашняя отходит. Вот я так вот думаю. Я считаю, это зависит от обстоятельств. Иногда тренируют такую ситуацию. Вот представьте пара. Они, допустим, жили вместе, потом они расстались, и они с кем-то побыли в отношениях. И потом после тех отношений они снова начали жить вместе. И вот некоторые пары практикуют такой же прием. То есть они живут сначала вместе, у них измена происходит, и они такие, давай начнем заново. То есть некоторые люди просто начинают заново, как будто у них новые отношения. Но это зависит от уровня осознанности, от уровня своей ценности. То есть иногда, я думаю, можно, но я бы скорее не простила. Я бы не простила. Не при каких обстоятельствах? Не при каких. А если бы в ногах валялся и просила, и умоляла, цветами бы закидывала? Нет. Почему? Простила бы. Ну, если человек уже изменил, то он может поступить еще раз так. Это воспринимается, допустим, женщина воспринимает это слишком близко к сердцу. Зачем это? По-вашему, в чем прелесть верности? В доверии друг к другу. Наверное, так. Если измена не случилась, у нас всегда есть выбор оставаться верным партнеру и дальше. Но что делать, если адюльтер уже произошел? Отец Владислав, с православной точки зрения, как простить измену? С православной точки зрения Господь так говорит. «И не судите, да не судимы будете, и какую меру и мерите, и возмерится вам, и прощайте, и вам будет тоже прощено и отпущено». С одной стороны, да, легко сказать, ну, прости, ты сам был не святая или сам не святой, у тебя тоже есть свои какие-то грехи. И прости, и отпусти. Так часто говорят, ну, отпусти уже, ну, прости. А она говорит, я не могу, потому что боль внутри. А беда внутри, унижение внутри, я не могу. И тогда что человек делает? Что советует церковь в таком случае? Или я вот, чтобы, как священник, я всегда говорю, почаще исповедуйтесь, отпускайте на исповеди эту боль. Чаще причащайтесь. Бог, великий чудотворец. Он творит спасение души. Но вы считаете, что прощать в данном случае нужно? Что во всех таких случаях нужно прощать? Ну, если мы говорим о понимании, то мы прощаем. А если мы говорим о «махнул рукой», как есть мол, так и надо, это уже немножко другая. Но не приведет ли это ко вседозволенности? Да вот я об этом и говорю тоже, что если махнул рукой, да ладно, вроде он мужчина, природа у него такая грешить. Да и, мол, мужчине можно, а женщине, мол, нельзя. Мол, и на венчане-то говорят, храни, мол, женщина, пределы границ, дозволенных тебе. А мужчины, мол, таких слов не сказали. У мужчины, мол, такая природа. Но Господь говорит в Евангелии, что прелюбодеяние – грех. Если человек прелюбодействует, он согрешает, и Господь говорит, что измена – это грех. То есть мы смотрим на Евангелие. Для нас ориентир – это Евангелие, это заповеди. А Евангелие, оно очень глубокое. Можно понимать буквально, а можно искать глубину понимания смысла, и это постепенно открывается. Вы знаете, я однажды разговаривала с одним священником на другую тему. А в контексте разговора он мне сказал фразу о том, что измена – это единственная причина, по которой Церковь иногда разрешает развод. Это правда? Ну, измена – это веская причина. Конечно, в то же время Церковь всегда стремится к тому, чтобы соединить разделенное, сохранить брак. Да, человек согрешил, да, человек изменил, ошибся человек, упал человек. Но через покаяние, не только перед Богом, но и перед своей семьей, обещанием избегать грехов, бороться с ними, стремление загладить свою вину. Церковь всегда стремится к спасению семьи, а не к разводу. Хотя есть же у нас концепция Русско-Православной Церкви, где есть определенный момент, и такой был принят документ, где упоминаются различные причины развода, допустимые. Отец Владислав, что делать самому человеку, который изменил и раскаивается в этом? Достаточно ли просто прийти на исповедь и рассказать об этом? Или нужно сделать что-то большее? Ну вот ко мне приходят на беседу, как к священнику, и спрашивают меня, отец Владислав. И мы беседуем. И действительно, исповедь это очень важно, очищение души очень важно. Но этого достаточно? Получается, знаете как, ну с обывательской точки зрения, допустим, человек изменился, грешил, он пришел, рассказал об этом, ну как бы духовно очистился, и пошел дальше, и может еще раз это совершить. Исповедь это очень важно. И в то же время исповедь, как покаяние, как факт, что ты покаялся, только начало, точка отчета, да, чего все начинается. А дальше жизнь, хранение верности, подтверждение верности отношением к супругу или к супруге, перед которой человек виноват изменой. Потому что исповеди, одной только исповеди недостаточно. Нужны еще поступки. Да, можно сказать, я согрешил, я покаялся, я виноват. А дальше как ты живешь? Что ты делаешь для того, чтобы это покаяние, ведь покаяние, что такое покаяние? Это слово греческое, метаноя, в переводе означает изменение мысли. Человек только тогда покаялся, когда он по-другому начал жить. Тогда его покаяние признается действенным. А если он только говорит, я каюсь, и продолжает то же самое, то, как мой духовный отец говорил мне, когда тоже учил меня и наставлял на истинной пути, и говорил, под лежачий камень вода не течет. Если мы не станем сами, или как еще говорят, замечательный тоже мой коллега, один батюшка, тоже психолог, он говорил так, говорите поступками, говорите поступками. Слова недостаточные. Это очень важный момент. И здесь я полностью тоже согласен, как и во многих других моментах тобой сказанных, очень полностью согласен, что действительно это очень важно. Счастье в семейной жизни есть только в верности. Правильно я вас понимаю? Счастье в семейной жизни есть в верности, которая исполняется правильным пониманием друг друга, и в этом свете наполняется весь дом. Тогда дом – полные чаши. Спасибо вам большое, отец. Пожалуйста, Лена. На здоровье. И вам спасибо. Рассуждая об измене, нельзя не сказать и про верность. Но тут все гораздо проще и понятнее. В свое время писатель Марк Твен говорил, что, цитата, «Верность – это такая редкость и такая ценность. Это неврожденное чувство быть верным. Это решение». Думаю, этим все сказано. Ну а мы отправляемся искать ответы на другие вопросы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова